На севере никогда не стоит доверяться теплу и погоде. Все может измениться в одночасье. Снег посреди лета – обычное явление на плато Куторана. Хорошо, когда есть крыша над головой. Сидишь, пережидаешь непогоду в тепле, попиваешь чаек, смотришь в окно. Сегодня путешествия по России становятся популярными и люди отправляются на поиски приключений в тайгу, где всегда можно встретить маленькие избушки, на которых нет замков. Перед тем, как открыть двери, вы должны знать первую заповедь закона тайги – «Не твое, не тронь». Тогда смело заходите внутрь, останавливайтесь, живите, но не забывайте, что эти стены будут нужны и другим. Не забирайте ничего из зимовья – этого нельзя делать. Но если вы терпите нужду, тогда возьмите продукты, но не уносите все. Не оставляйте после себя бардак и мусор. Всегда прочно закрывайте двери и приставни. Хозяин обязательно вернется в свой домик на Аяне и вспомнит вас добрым словом. В фильме мы заявляем, что попали в совершенно дикое место, где волки незнакомы с человеком. Это так, но за малым исключением. Действительно, на сотни километров отсюда нет ни жилья, ни дорог. Человек здесь не частый гость. Сегодня Аян редко посещает туристы и научные экспедиции. Но до 1988 года, до создания заповедника, на озере кипела жизнь. Здесь вовсю работали рыболовные и охотничьи артели, после которых остались заметные следы. В одном месте на Аяне есть целый поселок с трактором, промышленными генераторами и бочками с отходами. Это было в советское время, когда деньги не считали, ловили рыбу, стреляли оленя и все добытое вывозили вертолетами. Сейчас здесь природа восстановилась и живет в полном одиночестве. До техногенной экспансии пришлого человека Тайга не пустовала, по долинам очевали и венки. Этот народ жил в гармонии с природой и тоже оставил массу следов своего присутствия, но не таких губительных для природы. Это была деревянная культура и, к сожалению, многие артефакты уже истлели. Такие это могила, скоро уйдет небытие. Интересно, кто здесь упокоился? Вот бы оказаться в то время, когда здесь жили люди, зашли бы к ним в гости, попили чайку, пообщались. А может быть они нас не приняли бы и убили? Кто его знает? Все ответы скрыты далеким прошлым. Мы с интересом бродили по древним стоянкам, пытаясь заглянуть в прошлую жизнь. Приглядитесь, что можно разглядеть на этом снимке. Здесь когда-то стоял чум. Хорошо видны по кругу уложенные прижимные камни. В центре такого круга всегда есть кучка камней. Это место костра. А вот эти два коротких полена – обязательный атрибут чума. Они использовались как ножки для примитивного стола. Рядом с ходом в чум лежат нарубленные дрова. На самом деле место чума легко определить. Но на стоянках есть еще и непонятки. Например, зачем рубить толстое дерево и потом его бросить? Или для чего сделаны вот эти, расположенные треугольником, вырубки в пеньках? Или эти чопики, для чего их использовали? Ведь бочек у них не было. Загадочный был народ. Жаль, что их культура так быстро исчезает. На моем канале можно посмотреть еще несколько видео об аборигенах плато Путарана. Бродя по тайге, мы часто встречали следы косолапого хозяина, не только подчеркивающие его мощь, но и его сообразительность. Это куча хвороста и облоданной костью оленя его работа. Медведь свою жертву не седает сразу, а оставляет на несколько дней потухнуть, завалив ветками. Так он якобы прячет добычу от посторонних. Хотя у всех обитателей леса есть глаза, нос и чуткий нюх, как у комаров, их которых наблюдается в июле. Мы к ним привыкли и они нас сильно не раздражали. Когда комары были настыдными, особенно в безветренные дни, мы надевали на комарники и мазались репеллентами. Терпеть можно, если есть чем заняться. Надежда встретить волков в летнем лесу даю вас каждым днем. Хотя следы их присутствия мы встречали постоянно. Это точно лось был. Это какую крепость, зубовое усилище иметь надо, чтобы такую кость разгрызть. Ходят слухи, что некоторые волки, попав в капкан, перегрызали металл и уходили. Думаю, что такое вряд ли возможно. Многие спрашивают, а чем вы там питались? Ну конечно же икрой и балыками. Выдует мнение, что отправляясь в тайгу, можно себя обеспечить ягодами, грибами и рыбой. Не стоит обольщаться. На ягоды не всегда бывает урожай и не везде они растут. К тому же на одних ягодах долго не протянешь. Рыба в реке есть, но ее надо суметь поймать. Подстрелить дичь можно, но ее надо выследить. А еще нельзя забывать про комаров, непровлазные заросли, ямы, камни, горы, обрывы, холодные реки и непогоду. Тайга это не место для праздных прогулок. Наедине с волками это не первый мой проект, который я снимал с Валерой. До этого мы объездили много уголков нашей страны. От ледяных пустынь Арктики до южных лесов Приморья, набираясь опыта и знаний. С годами работы в тайге я многому научился. Но все равно каждый раз отправляясь в очередную поездку я продумываю все до мелочей. Всегда беру достаточный запас продуктов, необходимое снаряжение. А жизненно важное оборудование всегда беру в паре на случай его поломки. Сегодня воскресенье, начало июля. Банный день у нас. Смена белья. Просушиваем постель, матрасы, трусим одеяло. Меняем каждый месяц масло в генераторе. От этого зависит многое. Поэтому здесь, в тайге, нет мелочей. Все должно делаться своевременно и надежно. Мой девиз, в тайге нет мелочей. Нельзя надеяться на пресловутый русский авось. Генератор, спутниковый телефон, бензопила – это жизненно важные предметы. У них комары сегодня жучат. Они всегда должны быть в паре. Банный день мы устраиваем каждое воскресенье. А к нему мы приурочиваем и стирку. Попаримся мы в палатке. Отлично получается. Это печка. Мы ее топим. Греется кипяток. Здесь холодная вода. Все. В этом маленьком помещении температура до 100 градусов поднимается. Здесь еще ведерко. Жалко только, нельзя прыгать отсюда. Река слишком мелкая. Хорошо. Река рядом. Подали нанесли. А зимой надо достать оттуда, где она бежит. Здесь зимой нет воды. Самое муторное – это стирка. Нет стиральной машинки. Приходится все вручную. Греешь воду, порошочек, доска советского производства. И все. Волки сушатся. Чем мы питались и где брали харчи? Все очень просто. Продукты привезли вертолетом. А остальное добывали на месте. Оказавшись в таежной глуши Путарана, для нас не составило труда снабжать себя свежей рыбой, которая была главным подспорьем в рационе нашего питания. В основном мы ловили хариуса. Нам с головой хватало одной-двух рыбин. Его можно поймать почти в каждой речке. И только тогда, когда пройдет большая вода. Последние годы из-за потепления климата вода в реках стала теплой. Появились водоросли и хариус стал ловиться неохотно. Пушица готова. Пушица готова. Пушица готова. Летом, когда настает жара, мы стараемся готовить на костре. Но на костре, когда готовишь суп, он вкуснее. Наваристый. Но чувствуется запах тайги. Поэтому, когда нет дождя, мы здесь все готовим. Когда холодно, дождь на печке или на газу. В тайге таких веточек полно валяется по лесу. Мы их собираем и не деревьями, а такими топишами. Быстро, надежно. Хорошо. А на обед у нас сегодня специальный украинский суп. Суп фасолевый. Самый лучший суп. Смотрите, какой наваристый. С картошечкой. Самое главное гастрономическое правило в тайге, которое мы соблюдаем. Борщ или суп без хорошего сала и свежего зеленого лучка к столу не подается. Лук мы растим на огне. Рацион наш прост. Утром молочные каши или творог. На обед жидкие блюда. Суп, борщ или уха. А на вечер каши с рыбой и с оленями. Главное, чтобы еда была разнообразной и приготовлена с душой. На одной тушенке, вываленной в кашу, долго не протянешь. Да, вы не ослышались. Я сказал именно творог. Мы его делали из сухого молока. Чем дольше находишься в изоляции, тем сильнее возрастает желание отведать городских изысков. И они у нас, конечно, были. Но свежий белый хлеб никакие изыски не заменят. Поэтому главный продукт в тайге – это мука и дрожжи. Мы частенько себя баловали дрожжевыми оладьями со свежим вареньем, приготовленным из собранных таежных ягод. Сюда. Всё готово. Частично готовим на этой плите дровяное топление. Но сейчас уже весной становится жарко. Приходится дверь открывать часто. Ну и запахи. Всё поэтому быстро на газу нагрел, приготовил и всё. Вот такая у нас жизнь в домике. Вот, сейчас будем кушать блинчики и обедать. Ну вот, настал дожданный момент, когда можно приземлиться. Два часа – время обеда. Ну, а время обеда без традиционной сибирской необходимости не бывает. Тем более сегодня блинчики. Не во вред, а на здоровье. Святые среди нас. Капусточка, капусточка. Ммм. 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 Капусточку сами делаем. Обязательно. Ммм. Лучок зелёный. На окне растёт. Почти всё натуральное. Суп сегодня у нас рисовый. Морковка, рис, картошечка, приправки и бульон мясной и всего. Надо майонезка чуть-чуть добавить. Единственная химия, что я добавляю. Немножко так. В тайге на каменистых склонах растёт замечательная трава. Чебрец. Который мы собирали и добавляли в чай. Ближе к осени мы заготавливали шиповник. Он для зимнего чая просто незаменим. Блинчики. Так, немножко на краешках блинчика варенец. Ммм. Гастрономическое чудо. Гастрономическое. Ммм. В центре плато Патарана. Были у нас и праздничные дни. Когда мы отмечали общеизвестные праздники и дни рождения. Тогда на столе появлялся тортик и шампанское. Вот тогда-то жизнь и налаживалась. В середине августа у нас началась сладострастная грибная диета. Август. Чудный месяц. Тайга одаривает нас своими деликатесами. Грибочками, ягодами, рыбкой. Вот сегодня сходили, проверили на берег, как там лодка стоит. Не повредила ее медведь. И по дороге собрал немножко грибочков. Собирал только маленькие. Каждый день ходим, понемножечку собрали, пожарили, замариновали. То есть грибы есть, белковый продукт есть у нас. Вот мяса нет, только тушенка. Хочется бывает нажарить свининки. Хотя сейчас свининка, сами знаете, не всегда хорошая в магазине продается. Но тем не менее хочется свининки, жареного куска мяса. Здесь на Аяне в основном растут маслята. Мы их и жарили, и мариновали, и сушили. Из сушеных грибов супчики получались наваристыми. Они нас выручали в ноябре, когда овощи были на исходе. Продуктов мы всегда берем с запасом. Но их еще надо суметь сохранить. Уберечь от сырости, мышей и других настырных соседей. Для хранения и перевозки продуктов мы используем пластиковые бочки. Поставил, закрыл и нет проблем. Даже такой шустрый сосед, как горностай, внутрь не залезет. О наших соседях и других обитателях долины на канале скоро будет. Ролик встречи на Аяне. Лето на севере пролетает незаметно. К концу августа Путарана преображается и облачается в золотые наряды. Украсив свои вершины серебряными коронами. В это время на плато устанавливается теплая и безветренная погода. В глубине леса стоит звенящая тишина, которую временами нарушают только переклички откачевывающих на юг птиц. Мы продолжали бродить по тайге и каждый раз, когда выходили на открытое место, усаживались и подолгу нежились на солнышке, молча выглядываясь вдали. О чем еще можно было говорить, когда перед тобою растирается волшебный и непостижимый мир, который завтра уже исчезнет? Невероятно! Уже пролетело полгода, как мы поселились в долине. Но, несмотря на это, цели свои мы так и не достигли. Волки не приняли нашей дружбы, но зато благодаря им мы смогли узнать многие тайны долины, заглянув во все ее потайные уголки. Мы не расстраивались, у нас еще было три месяца впереди. Ноябрю должны вернуться олени, может тогда мы сможем встретиться с волками. Бабье лето длилось недолго. В этих местах зима приходит внезапно. Зная это, мы активно начали заготавливать дрова. Дров нужно много. Какой бы ни был теплый домик, в холода топить печку нужно круглосуточно. Пока мы заняты делами, наши соседи не теряют время зря. Но мы для них и оставляем рыбку, крошки, если останется. Они с удовольствием это съедают. К вечеру над домиком разворачивается световое шоу. Можно долго смотреть на то, как солнышко угасает, но холодно уже. К морозу такое небо. Не зря вчера был алый закат, утру подморозило. Лес стал бриллиантовым. Но уже грибочки не пособираешь, только шиповник. Речки тут же сковал мороз, и мы по ним стали ходить, как по проспекту. Кто не успел, тот остался навсегда. И по весне будет чьей-то добычей. Как и этот олень. Когда-то его поймали волки. Вот он и первый снег. Обычно все происходит утром. Ложись, снега нет, а утром просыпайся в другом мире. Дрова есть, еда есть, дорожки мы почистим. Ждем оленей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова